Анекдот один. Человека очень тучно приговорили к смертной казни через электрический стул, его приводят, но и у него жопа не влазит в стул. Но это негуманно, что его туда запихивать? Давайте через месяц, как бы кормить его щадяще. Через месяц его приводят, он стал еще жирнее. Чувака на месяц просто на воду. Через месяц приходят, но еще больше. Надзорный говорит, слушай, я не пойму, почему ты не худеешь? Нет мотивации. Сегодня все ищут мотивацию. Постановка целей по смарту, формула изменений Бекхарда. Мотивация это что-то внутри, ты должен найти свою кнопку, то, что мотивирует тебя. Это все равно напряжение внутри. Мотивации невозможно добиться без дисциплины. Мотивация бывает от страха и бывает к хорошему будущему. Почему вот эти программы 20-30? С точки зрения коучинга, это классная программа, это взгляд в будущее. Чем бежать от страха, конечно, лучше бежать к будущему. И очень часто все путают стимул с мотивацией. У египетских погонщиков была такая палка и там был гвоздь. Вот чтобы бык быстрее шел, они гвоздь втыкали ему в задницу. Вот это называется стимул. Стимул это движение от. Всегда должен быть мотив внутри. Мотив внутри он всегда эгоистичный. Если у тебя от твоего мотива нет выгоды или какого-то благоприобретения, ничего хорошего из своих намерений не выйдет. Второе, мотив должен быть реальный, он должен быть ощутимый. Но мы сейчас вернемся опять к постановке цели по смарту. И ты должен это увидеть, пощупать, и тогда это будет у тебя цель. Цель без мотивации вообще ничто. Это всегда внутреннее твое состояние желания, а не стимула в виде гвоздя по заднице. Можно очень ставить фокус на разные проблемы. Ты можешь поставить фокус на зарабатывание денег, потом можешь фокус на достижение счастья. Когда ты поставишь фокус на достижение счастья, ты придешь ко всем духовным и телесным практикам. Воздестояние, йога, спорт, марафоны, медитирование во шрамах, медитирование мольбы в храмах. Основной вопрос мотивации для чего. И вот это для чего тебя будет привлекать появится мотивация.